Приветствуем зрителей и подписчиков канала «Разоблачено». С вами журналист Илья Болдобаев, и сегодня мы поговорим об очень важной теме. Теме отстранения педагогов по причине отказа от модных процедур. Действительно, это странно. Казалось бы, в регионах России отменяются постановления на ограничительные меры, отменяется принуждение к модному код, отменяются обязанности иметь модный код для того, чтобы пройти в те или иные учреждения. А судебные процессы и скандалы по этому поводу продолжают сотрясать страну до сих пор. Очередной наш эпизод – это ситуация с отстраненными педагогами в Хабаровской музыкальной школе номер один. Ситуация там развивается довольно странным образом. Педагоги были отстранены, несмотря на то, что находились на дистанционной форме обучения. Их признали якобы опасными за то, что они отказались ввести себе модный укол. И почему-то директор этой школы счел законным отстранение педагогов, отказавшихся от участия в эксперименте. Причем уже в суде представитель администрации не смог пояснить, какую угрозу несут педагоги, которые обучают своих детей по дистанционной форме обучения. За подробностями этой вопиющей истории мы обратились лично к отстраненным педагогам. Семь человек сегодня с нами на связи. Итак, уважаемые педагоги, расскажите, пожалуйста, где вы работаете и что все-таки случилось в вашей музыкальной школе? Всем здравствуйте! Мы преподаватели детской музыкальной школы номер один города Хабаровска. Все преподаватели, семь человек, были отстранены от работы 21 декабря 2021 года в связи с тем, что мы не предоставили под либо справку, либо медотвод. Все преподаватели, семь человек, работаем в школе очень давно. Трудовой стаж у нас от 11 до 34 лет. Все преподаватели являются обладателями высшей квалификационной категории. Постоянные участники мастер-классов, конкурсов. Имеем огромное количество лауреатов, детей. Постоянно участвуем в конкурсах городских, краевых, всероссийских, международных, всероссийских тоже конкурсов. И сами тоже являемся лауреатами конкурсов профессионального мастерства. Трое из нас, трое из семи человек являются лучшими педагогами дополнительного образования города Хабаровска, причем даже дважды. И сейчас мы находимся на отстранении уже шестой месяц без заработной платы. Как так вышло, что вас отстранили? На что ссылалась администрация учреждения? Что они брали за основу в своих действиях? Администрация ссылается на постановление правительства. У нас вышло постановление правительства под номером 630 13 декабря 2021 года, в котором указано о том, что с 20 декабря нужно было предъявлять, когда ты приходишь на работу, либо код, либо справку о перенесенном заболевании. До этого мы работали совершенно спокойно. Мы считаем, что это нарушение наших прав, потому что понятия «код» в законодательстве нет. Перенесенного заболевания. Мы никто не болели совершенно здоровы, а предоставлять администрации работник не обязан. Нас отстранили по постановлению 630, ссылаясь на статью Трудового кодекса 176. Но там такого нет. Там указано, что либо мы не соответствуем своим профессиональным качествам, либо мы находимся в каком-то непотребном виде. И они ссылаются на пункт 5, я не помню, какой-то о том, что эпидем обстановки. Но никто не уточняет о том, что чтобы работника отстранили по эпидемиологическим показаниям, то есть это должны быть определенные федеральные органы, которые должны это сделать. Например, Роспотребнадзор. Никакой проверки в нашей школе не было. Роспотребнадзор, конкретно Роспотребнадзор нас не отстранял. И мы связывались с Роспотребнадзором и писали туда запрос. Проверки не было, конкретно на нас не было указано. То есть здесь мы находим прямое нарушение наших конституционных прав. Мало того, по 630-му постановлению губернатор все учреждения дополнительного образования приказывает перевести в дистанционный режим работы. И с 15 декабря мы все работали в дистанционном режиме. Это было подтверждено и приказами управления культуры города Хабаровска, и непосредственно локальным приказом нашего работодателя. Мало того, в этом приказе было указано, что все групповые дисциплины, а трое из преподавателей отстраненных являются преподавателями групповых дисциплин, ведутся только из дома, с домашнего интернета. То есть мы находились в дистанционном режиме работы и отстранили нас с дистанционного режима. То есть абсурдность ситуации в том, что находясь дома, я со своего носителя занимаюсь с ребенком, который находится у себя дома. Приходить в школу теоретикам не нужно было, предъявлять вход не нужно было. Нас отстранили. Ситуация такая, что ребенок, занимаясь у себя дома, занимается с другим педагогом, который, опять же, находится у себя дома. Просто поменялась картинка. Просто поменялась картинка. То есть вот в этом абсурд. О том, говорить о том, что есть дистант или нет у нас дистанта. Когда у нас выпадает снег, то дистант у нас есть. Но это бывает разово. Здесь дистант, когда нам нужно было буквально отработать, допустим, мне и еще одному педагогу, один раз, одно занятие только. Потому что постановление было до 31 декабря. До 31 декабря. Вот здесь возникает вопрос, чьи интересы преследует директор. Заинтересована ли она в учебном процессе. Причем очень интересный момент отстранения. Директор уходит на больничный и отстраняет нас завуч, исполняющий обязанности директора. Завуч – это Виктория Анатольевна Шипилова, которая должна непосредственно быть заинтересована в учебном процессе. Отстраняет все педагогов высшей категории. Замены нет. То есть нас отстраняют 21 декабря. Кто замещать уроки у детей не будет, неизвестно. И только 23 декабря они начинают заниматься этим вопросом и нас кем-то замещать. На начало 2022 года, когда началась третья четверть, педагогов в наличии не было. Кем нас заменили? Вот конкретно меня заменили два концертмейстера, два студента четвертого курса, ну и еще педагог, действующий педагог высшей категории в нашей школе. Вот в этом вся абсурдность. То есть завуч, которая должна быть заинтересована в учебном процессе, директор, который должен быть заинтересован, отстраняет педагогов. Как реагировала общественность на это? Ведь наверняка такой случай имел серьезный резонанс. Как реагировали родители студентов, школьников? Ну, как отреагировали? Когда мы предупредили родителей о том, что завтра занятий не будет, и мы отстранены, буквально в этот же день объединились более ста родителей. Родители более ста учеников. Были написаны письма в правительство, в министерство края, в комитет по защите прав ребенка. И в течение 30 дней все ждали ответ. Естественно, родители связались с соответствиями массовой информации. Вот конкретно на ДВХабе вышла статья. Был снят сюжет нашей компании, краевой телерадиокомпании «Губерния», но этот сюжет не был выпущен в эфир. Нас снимал журналист. Юрий Золотарев нас снимал, журналист, он представитель тоже федерального канала, но тоже сюжет. Нет, сюжет вышел, но мы его не видели, как бы дальнейшую судьбу мы его не знаем. Вот то, что родители были обескуражены, дети, ну буквально, вы знаете, если вот такой эмоциональный момент можно было, то дети писали в СМС, как вот конкретно мне один ученик написал, сейчас могу заплакать, почему вас у меня забирают, когда мы с вами встретимся, то есть понимаете, ну, слов нет, потому что все это вспоминается очень эмоционально. Вы знаете, хотелось бы отметить такой момент, что когда происходило замещение наших детей, ну, естественно, родители спрашивали, ну, как это, что, на что администрация ответила, ну, что вы хотите, такая ситуация сложилась, но дети лишь бы не забыли ноты. В принципе, так оно и происходило, что дети наши только что не забыли ноты, они тоже вместе с нами получились отстраненными, потому что уровень преподавания совершенно другой, и отношение вот тех было других преподавателей, ну, как к детям замещающим, то есть они в них не вкладывают то, что вкладываем мы своих детей на перспективу. И мне тоже приходили, и часть родителей очень тоже беспокоена, и до сих пор одна родительница мне буквально вчера написала, что в конце года у ее девочки не было практически пять уроков, когда они сказали, почему, а на что ей было отвечено, что, ну, вы же не мой педагог, ну, вы же не мой ученик, ну, вы сами как-то справитесь, сами как-то детям не дана программа на лето. Понимаете? Они выпали из творческого процесса школы, они были не задействованы ни в одном учебном концерте, проходил в школе концерт, фортепиано в отделении, наши дети там не были задействованы. И, конечно, они были тоже вместе с нами, получается, наши дети не выполнили программу второго полугодия фактически, они вместе с нами тоже получились отстранены. Вот это хочется отметить. В течение пяти месяцев нам постоянно пишут родители, ученики, когда мы вернемся. Ждут нашего возвращения, наших уроков и очень переживают за нас. И что отвечают родителям, что отвечают ученикам, которые интересуются вашим возвращением, которые ждут, когда вы вернетесь? Тут трудно сказать, что отвечают. В связи с некоторыми родителями директор просто не общается. Мы сами ходили к директору, когда у нас уже вышло постановление в марте о том, что постановление, вернее, когда постановление утратило силу, с 5 марта это вышло, мы обратились к нашему директору, пришли, написали заявление, чтобы она нам объяснила, какими законами она руководствуется, не допуская нас к работе. Нам впрямую было сказано о том, что то, что отменили закоды, или там, это мы в школу можем зайти, а работать мы не можем. Если мы хотим вернуться на работу, то есть одно условие – укол. Вот так говорится впрямую. А когда мы начинаем говорить о том, что о каких-то правах, то есть наш директор этого вообще не понимает, она говорит нам в открытой, что юридически она неграмотна. А вот говорят, что вообще в этом деле доходит до абсурда, в плане того, что страненных педагогов, они фактически еще не считаются увольнены, уже как бы убрали там сайты школы, каким-то образом пытались их там замазать на видеовыступлениях представителей школы. Это, естественно, так? Да, да. Вот конкретно я, допустим, я была зав. отделения до 15 ноября 2021 года, потом я отказалась, но это было мое личное решение самостоятельное. Да, меня убрали с сайта, нет никакой обо мне информации. Я проводила концерт, значит, мне сказано было так, чтобы я стояла где-то в стороне и не попадала в камеру. На что буквально ситуация была такая, что нам приходилось приходить на работу и приносить с собой Конституцию. То есть я нашла статью, пришла к директору, сказала, что я не потерплю, чтобы мы мое лицо замазывали какими-то ромашками или где-то меня не снимали, что публичное выступление, оно предполагает, что я согласна на то, что будут меня называть, меня будут показывать. Съемка этого концерта не проводилась. То есть посчитали, что этого вообще не нужно делать. У нас есть вообще, даже, наверное, складывается впечатление, что это личная неприязнь к нам, директора. Ну и я думаю, что вы не стали все терпеть, и обратились в какие-то инстанции. Куда вы обращались, с какими обращениями и какие вам ответы приходили на них? Значит, мы обращались, били во все колокола, стучались во все двери и обратились в очень многие инстанции, начиная от прокуратуры Центрального района города Хабаровска, прокуратуру Хабаровского края, в Генеральную прокуратуру мы обратились, мы обратились в Следственный комитет, в Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю, в Рейско-Автономной области. Мы обращались к губернатору края, к Дегтяреву, мы обращались к депутатам нашей Краевой Думы. Также были написаны письма, обращения на официальные сайты, на официальных страницах. Мы обратились к Вячеславу Володину, обратились к председателю Лидерального собрания, к Валентине Ивановне Матвиенко, обратились к Делягину. Значит, все эти обращения были зарегистрированы и высланы в течение определенного времени нам были ответы, что наши запросы отправлены в подведомственное ведомство, в наше профильное, в Министерство культуры Хабаровского края и в Краевую прокуратуру. Ну а по факту из этих организаций нам пришли отписки о том, что мы обязаны, что мы подлежим и так далее, и так далее. И если вас это не устраивает, обращайтесь в суд. Ну, что мы в принципе и сделали. Мы подали исковое заявление в суд, но, к сожалению, в первой инстанции мы проиграли суд. Значит, судебное решение было вынесено 4 марта, а 5 марта было постановление губернатора Дегтярева, 101-я, в котором говорится о том, что все ограничения, связанные с предъявлением кодов, снимаются, только нужен код при посещении мероприятий, где более 1000 человек. И постановления 274-е и 630-е, по которым у нас отстранили, были признаны утратившими свою силу. И в итоге получается, как проходили судебные заседания? Какова была позиция представителей? Наверняка были представители и музыкальной школы, наверняка вызывали в суды представителей Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. Нет, представителей Роспотребнадзора не было. Мы подали иск правительству Хабаровского края к администрации города и к администрации музыкальной школы. На предварительном заседании присутствовала директор и Забуч. На момент отстранения исполняющая обязанности директором была как раз Забуч. Вот вдвоем они пришли на предварительное заседание. На заседание, которое происходило, проходило непосредственно у нас 4 марта. Представители администрации не явились, а был представитель от администрации некто Тишкин. Этого человека мы видели впервые. Кто он, что он, чьи интересы он представлял. Почему? У нас слышалось впечатление, что администрация заинтересована в том, чтобы не было педагогов. То есть администрация школы не заинтересована в возврате педагогов. Нам говорилось о том, что мы подлежим, государство о нас заботится. Да. Идет подмена понятий. Государство предоставляет нам педагогов, которые мы должны, мы можем воспользоваться при добровольном информированном согласии. Да. Зарегистрировано. Но мы люди, мы образованные люди, что мы делаем? Мы открываем государственный, официальный сайт, государственный реестр лекарственных препаратов. Что мы там читаем? Что вакцина зарегистрирована, но в данный момент она проходит испытания. Клинические испытания. Клинические испытания будут закончены 31 декабря 2022 года. Каждый гражданин, кто-то считает, мы не против, кто-то считает, что ему это нужно, пожалуйста, он соглашается, подписывает добровольное согласие на то, что он информирован о том, что идут испытания. Конкретно я, я прочитала, я в испытаниях не согласна участвовать. Мы трактуем это так. Если на заседании, значит, присутствовал представитель администрации Тишкин, от правительства края была юрист, и от правительства края не была юриста, от администрации города не было представителя, но от управления культуры был представитель, который, ну, мы можем сказать, что отношение было к нам совершенно негативное. Говорилось о том, что, да, школа работает, учатся дети, но кто же спорит, учатся дети, школа работает, и мы как люди, которые творческие и совершенно очень болеем за нашу школу, мы очень рады, что дети учатся, но мы, мы выброшены просто за за борт. Мы уже, мы шестой месяц находимся без средств существования, да, нарушены все наши планы. То есть план, как составляется, как работа школы музыкальной, то есть мы пишем план, творческие планы, в которых мы хотим участвовать. Нас лишили творческой работы, нас лишили творчества, нас лишили денег, нас, нас просто выбросили за борт. Администрация школы с нами не идет ни на какой контакт. За пять месяцев никто не спросил, как вы живете, на что вы живете. Этого нет. Только когда приходят родители звонят и пишут, когда же вы вернетесь? Мы что можем? Мы только разводим руками и говорим, что администрация не заинтересована. Ну, как проходил суд, это был тоже для нас очередной стресс, потому что столько негатива было вылито на нас. Это просто словами не передать. Что говорили, как обосновывали вообще свои позиции? Были какие-то разумные вещи, сказанные в суде? Хотелось бы, казалось бы, представители Министерства культуры так вообще заинтересованные лица в том, чтобы культура развивалась, чтобы дети, студенты были воспитаны, чтобы они культурными были в конце концов? Хочется сказать, что особенно никто на нашу сторону из представителей суда мы не почувствовали, не почувствовали доброго какого-то отношения, потому что в основном все было апеллировано нормами, правами, законами, постановлениями, то есть они опирались чисто юридически на вот это, на вот эти все постановления. Нами было сказано, конечно же, речь, мы обращались к суде, мы вот говорили о том, что, ну, фактически не просто нарушены наши права, а просто мы находимся, ну, в общем-то, за бортом, нарушены наши выплаты, пенсионные, социальные выплаты, вот, допустим, я называется, я лично о себе могу сказать, что я нахожусь в предпенсионном возрасте, то есть остановлен мой пенсионный стаж, наш педагогический оклад 6,620, и вот нас лишили этих несчастных копеек, будем говорить, но, понимаете, речь идет вот еще о чем, что, когда нас отстранили, нам сказали, что мы не получим зарплату, а мы ее получили вовремя, в конце года, мы нам ее выплатили, в бухгалтерии не знали о нашем отстранении, мы подавали документы в бухгалтерию на то, чтобы они предоставили на каком основании, на основании каких приказов мы отстранены, там нет ничего, то есть они начисляют зарплату по табелю, для нас это было очень удивительно, то есть я говорю, а где 7 человек, они где, умерли, живы они, где они, у вас не приходит табель на 7 человек, мы где, значит, это остановлены все наши выплаты, а как стаж, хочется еще отметить, что в карточке, в наших личных делах есть карточка Т2, и по закону, если человек отстранен, там должно быть запись, что человек отстранен, наши карточки пусты, трудовой книжки она пустая, то есть там нет никаких, вот у нас очень большой вопрос, как вообще это с бухгалтерией, как это с материальной точки зрения, с финансовой точки зрения, мы обратились в финансовый департамент правительства Хабаровского края, на что нам позвонили, сказали, что наш вопрос перенаправлен в финансовый департамент города и в комитет по труду, то есть мы еще ждем туда ответа, это государственная школа, бюджет заложен изначально, в начале года, тарификация бюджет закладывается в начале года, мы, конечно же, судом требуем компенсацию материальную, потому что 6 месяцев и сейчас мы уйдем, мы получим, конечно, отпускные, мы написали, кстати, заявление на отпуск, но мы получим отпускные за проработанное время, это сущие копейки. Я хочу добавить, что мы просто лишены права на самоопределение, как граждане России, мы все здоровые люди, мы работаем практически без больничных листов, активно, всю нашу трудовую деятельность, мы постоянно стабильно находимся на работе, и это наше право делать или не делать, мы не против, но самоопределение это первое право гражданина России. Я так думаю. Вы знаете, я бы хотела добавить, что мы обратились в Следственный комитет, почему мы это сделали. Вот в период отстранения нам было сказано, что значит мы должны предоставить либо коды в определенный период до 20 декабря, иначе мы зарплату за декабрь не получим. В тот момент отстранения мы сразу же подали документы, на тот момент исполняющие обязанности директором, перечень документов, которые нам нужны были для суда. И справки 2 НДФЛ нам не были предоставлены, аргументируя тем, нам, значит, исполняющая директора сказала, что у нас бухгалтерии нет в самой музыкальной школе, она централизована. И возможности заказать эту справку администрация у нас не имеет. То есть в трехдневный срок нам документы, которые по законодательству нам нужны были для суда, бы мы затребовали, мы не получили. То есть само объяснение, почему справку нам не предоставили, совершенно абсурдное. Мы сделали сами запрос и буквально 30 декабря мы получили эти справки НДФЛ и приехав в бухгалтерию, бухгалтер была очень удивлена, для чего мы пришли получать эти справки. Мы сказали, что мы отстранены, то есть приказа об отстранении на тот момент не было. Дальше мы запросили справки о том, что какие отчисления у нас проводятся с 1 января. Отчислений никаких. То есть приказа о том, что мы в бухгалтерии отстранены, ну скажем, хорошо, нас отстранили из-за отсутствия бухгалтерии. Если как ссылается наша администрация на статью Трудового кодекса, но этого приказа в бухгалтерии нет. Несколько человек из нас из семичек там трое, четверо, мы работаем на платных услугах. Платные услуги, договор о расторжении уведомлений о расторжении договора на платных услугах мы никто не получили. Получается, что я как гражданин сама имею какие-то обязательства, которые, ну скажем, там кредитную какую-то историю. Я себе беру, скажем, я работаю на бюджете, но у меня есть силы, и я заключаю договор, чтобы работать на платных услугах. То есть я планирую свой бюджет, свою жизнь для того, чтобы жить комфортно. Что делает работодатель? Просто самолично, без уведомления лишает меня денег, лишает меня работы, принуждая меня к... Таких полномочий нет у работодателя. Обеспечить... Что значит обеспечить вакурусию? Вот такое постановление правительства. Это значит директор должен уведомить меня, что вакурусия проводится. Либо он должен организовать пункт в школе, либо, если я уже сделала себя, плохо себя почувствовала, дать мне выходной день обеспечить. Но ни в одном постановлении, ни в одном приказе не указано того, что привить или принудить. То есть мы считаем, что директор просто нарушает наши права, превышает свои полномочия. директор это не врач, чтобы я предъявляла ей свой какой-то или какой-то такого понятия нет. Госуслуг у меня нет. Я руководствуюсь статьями Конституции. И очень важно тоже сказать, что в постановлении главного санитарного врача нашего региона, Хабаровского края, нет требований об отстранении работников в связи с отсутствием профилактических прививок и в связи с подтверждением фактов прохождения проведения. Там просто написано, что обеспечить проведение профилактических прививок нет указания отстранить работников. То есть это все делается на усмотрение работодателя. К сожалению, наш работодатель сделал такой выбор. Можно еще добавить, что сейчас мы находимся фактически на грани выживания и у нас есть несовершеннолетние дети, которых нужно одевать, кормить, обувать, водить куда-то на дополнительное образование. И также есть родители, которые также нуждаются в уходе. Есть такие. А я бы хотела еще отметить, что мы ежегодно проходим диспансеризацию плановую. И на сегодняшний день мы все, нас 7 человек, мы прошли медицинский осмотр в апреле. То есть мы допущены к работе. Мы абсолютно здоровы. И когда мы проходили медосмотр, нас никто не потребовал, даже не спросил, сделали ли мы, болели ли мы. вообще, то есть мы прошли буквально вот за один день медосмотра, у нас мы абсолютно все здоровы, мы допущены, у нас в медицинских книжках написано, что мы допущены к работе. Мы принесли эти санитарные книжки в школу нашему работодателю. Все только разводят руками. Ждем, сказали. Был ответ так. А чего ждут-то? Чего ждут? Решение суда? Это первое, да, что ждут решение суда, и второе, все надеются на то, что главный санитарный врач отменит постановление, которое вышло еще 1 июля прошлого года, оба вот этой обязательной эпидемическим показаниям. К слову сказать, что главный санитарный врач Приморского края Дедковская такое постановление отменило, 18 апреля. Наш же санитарный врач, главный санитарный врач пока что ждет, видимо, отмашки из центра. А есть какая-то перспектива того, что она примет решение и отменит подобное постановление? Мы об этом не знаем, но если это будет, то нас всех допустят к работе. Это единственный ограничивающий фактор. Помимо того, что мы ждем решения суда, вот уже 27 числа мы подали апелляцию, мы были не согласны абсолютно с решением городского нашего суда, и поэтому мы подали апелляцию в краевой суд Хабаровского края, и буквально уже в пятницу, 27 мая у нас состоится судебное заседание, и мы возлагаем на него очень большие надежды, все-таки надеемся, что наши права будут восстановлены, что наше право на труд законное будет восстановлено, потому что нельзя лишать человека средств существованию, используя такую меру, как отстранение от работы в качестве шантажа, принуждения, это по факту получается, что дискриминация по принципу нивелируется вообще добровольное понятие, которое прописано не в постановлении главных санитарных врачей, оно прописано вообще в федеральном законодательстве, что все это добровольно, и по факту сейчас у нас добровольная вакцинация превращается в принудительную, потому что факт отстранения от работы, ну это шантаж, по сути дела это шантаж и дискриминация. Мы очень надеемся, что краевой суд все-таки восстановит наши права и встанет на нашу сторону, потому что постановление, по которому нас отстранили, оно уже утратилось. Это будет открытый процесс, смогут ли принять участие слушатели, люди, которые сейчас тут увидят наш выпуск и захотят прийти и вас поддержать? мы задали такой вопрос помощницы судьи и она сказала, что слушатели на процесс допускаются по усмотрению судьи, которая будет вести заседание. Но мы пригласили и наших коллег, и родителей учащихся пригласили на это заседание, мы очень надеемся, что они придут и поддержат нас. Как еще могут вас поддержать люди, которые, скажем, не находятся в Хабаровске, но вот допустим в Самаре, в Москве, в Волгограде увидели вас и захотели бы вас поддержать. Как они это могут сделать? Написать письмо нашему директору. Не знаю уже к кому, к президенту что ли обращаться? К президенту что ли обращаться, да. Ну, на самом деле здесь очень важно даже эмоциональная поддержка, она очень важна. Мы все люди искусства, мы все очень эмоциональные, мы очень люди творческие, и вот такие вот моменты, они просто выбивают из колеи, поверьте. Когда ты находишься в зале судебного заседания, и некто адвокат Тишкин просто кричит в открытую, открытым звуком, в абсолютно такой, знаете, ну, не побоюсь этого слова, хамской манере, да, он кричит о том, что мы обязаны и как вы вообще имеете право, да, что мы несем угрозу, но подождите, это еще доказать надо, мы абсолютно здоровые люди, да, мы не несем никакой угрозы, и вот это вот эмоциональное воздействие, оно просто деморализует, понимаете, для нас, как людей творческих, ну, это просто удар ниже пояса. Ну, вот, кстати, тот же Тишкин, он приводил какие-то медицинские экспертизы, какие-то заключения, какие-то иные научные доказательства своей позиции? Нет, он не приводил никакие заключения, он только кричал 825-е постановление, что мы обязаны, что мы подлежим, но мы, кстати, сделали запрос в институт Гамалеи и получили официальный ответ, что сейчас проходит клинические испытания, мы получили официальный ответ, у нас есть эта бумага со штампом, с печатью, прямо из института, то есть эту бумагу мы можем предоставить в суд и показать, что на данной стадии это медицинский эксперимент. Да, зарегистрировано, но сейчас идут клинические испытания, то есть может быть проведена только при добровольном информированном согласии. Мы проинформированы, что сейчас идет третий этап испытания за людьми и наблюдают. Мы не хотим принимать участие в этом медицинском эксперименте. Все. Это наше право, законное право, данное нам по рождению, что мы люди свободные и каждый свободен сделать свой внук. Дать вопрос всем, какую мы несли угрозу на момент нашего отстранения. Мы находились на дистанте, мы находились у себя дома. Какую мы несли угрозу, кому? Детям, коллегам, кому городу, людям вообще вокруг. Мы находились дома. Лично я живу одна. Я вообще не могла никого, никакую угрозу нести, никому. Так же и мои коллеги в том числе. Я хочу сказать, что на момент отстранения у меня, вот лично у меня, я преподаватель теоретических дисциплин, у меня были дети первоклассники, которые только пришли в этом году в школу. Очень важно для первоклассников настроить их на учебу, влюбить их в свой предмет и сделать так, чтобы они полюбили и предмет, ну и, соответственно, преподаватели и относились очень хорошо к своему предмету. Я очень люблю детей, очень люблю работать с малышами, контакт всегда очень большой психологический. Вот представьте, эти ребятишки, у которых забрали учителя, ну, мне писали родители, что дети просто плачут, дети плачут и говорят, когда же вернется Светлана Анатольевна. Также у меня есть ребята, которые учатся в старших классах, и вот на данный момент замечательная девочка, которая училась у меня, бросила музыкальную школу. Мама сказала, что она просто не выдержала она сказала, Светлана Анатольевна, мы так долго ждали, до конца третьей четверти мы ждали вашего возвращения, но, к сожалению, этого не произошло, и ребенок сказал, что к этому педагогу, к другому педагогу он больше на урок не придет. И девочка бросила школу, хотя она была абсолютно перспективная, замечательная, и я делала на нее большую ставку, она могла бы продолжить свое музыкальное образование и стать замечательным преподавателем в дальнейшем, но узлы. Вы знаете, мы же не говорим о том, что педагоги, которые остались в школе не какие-то плохие или непрофессиональные, нет, но дело в том, что, знаете, вот допустим, я педагог по фортепиано, и очень важно вот именно вот этот творческий контакт ученика и педагога, ведь у нас никто этого не скрывает, бывает, ребенок поступает к одному педагогу, но нет, нет никакого-то единения, и он переходит к другому педагогу, это естественно, конечно, и тогда или складывается вот этот тандем ученик и учитель, ведь, вы знаете, вот буквально сегодня вот тоже мы с коллегами разговаривали о том, что как мы выбрали, как мы выбрали свою профессию, дело в том, что у каждого из нас есть способности не только к музыке, да, скажем, вот у нас Светлана Анатольевна очень хорошие способности к языкам, математические способности очень хорошо считаем, есть другие кулинарные способности, да, но почему вот конкретно я, допустим, стала педагогом по фортепиано, потому что мой педагог по фортепиано, Шмакова Ирина Михайловна, была совершенно потрясающим человеком, вот казалось бы, музыкальная школа, ну что такое музыкальная школа, это же не школа вообще образовательная, куда ходишь каждый день, да, а только приходишь в определенные дни, но это действительно был педагог, который стал моим педагогом по жизни, и я захотела стать таким же педагогом, и я вот совершенно нисколько дней кривя душой могу сказать, что да, я люблю своих учеников, и дети отвечают мне такой же любовью, и все дети ждут меня, ждут, и я могу сказать это обо всех коллегах, обо всех нас семей, сколько смс-ок нам приходит, ну я вам передать не могу, в которых конкретно родители и дети пишут, когда вы вернетесь, если вы не вернетесь, значит мы уходим, мы бросаем эту школу, ну получается, что мы уже сейчас обеспокоены тем, что хорошо, выйдет постановление санитарного врача, отменят эти ограничения, мы вернемся, к чему мы вернемся, где наши дети, то есть администрация школы настолько недальновидна, к чему она хочет, кого она хочет наказать, нас, учеников, ситуация просто абсурдная, вы знаете, мы каждое утро, вот я, допустим, каждое утро просыпаюсь и говорю, что происходит, я человек здоровый, да, я прошла медкомиссию, у меня есть допуск, у меня есть подтвержденная аттестация, у меня есть диплом, у меня есть желание работать, у меня есть желание отдавать свои знания, у меня много творческих планов, в этом году у нас было, мы все участвовать должны были во множестве концертов, множество конкурсов, концертах, они были проведены здорово, мы на связи находимся со своими коллегами, которые притворили в жизни все эти планы, молодцы, мы им очень благодарны, но мы тоже хотим, мы тоже хотим работать, вот сейчас мы, я почему говорю так эмоционально, потому что я каждый день говорю себе, что происходит, почему меня вышвырнули из творческой жизни, материальное положение такое, ну извините, как я взрослый человек, здоровый, да, то есть я себе запланировала, я могу себе заработать деньги, а мне просто говорят нет, меня не пускают на работу. Разрешите, я дополню, у меня тоже есть много учеников, которые задают мне вопрос, когда вы вернетесь, и я говорю, когда вернет директор, и некоторые родители моих учеников обратились к директору, они сказали, если вы не вернете нам педагога, мы бросим школу, на что директор никак не отреагировала, она ничего им не ответила, вот такое отношение. Я хочу сказать, что школа для нас уже давным-давно стала родным домом, мы очень любим нашу школу, мы выпускники этой школы, то есть мы сами закончили эту школу когда-то, мы пришли в эту школу работать, мы привели в эту школу своих детей, наши дети закончили нашу музыкальную школу, и для нас школа, это действительно родной дом, мы очень любим наших учеников, очень любим, уважаем наших коллег, обожаем участвовать в конкурсах, в мастер-классах, в творческих каких-то мероприятиях, но, к сожалению, мы сейчас этого лишены, ну а по факту, что такое, когда творческий человек не реализовывается? Ну, это как обескровленный организм, понимаете? Хотелось бы сказать, что момент нашего невозврата, это, скорее всего, идет личное неприятие администрации, во-первых, за все время администрация ни разу не спросила, что мы, где мы, ни разу администрация не сделала запрос ни в какую вышестоящую организацию, непосредственно в управление культурой, которым они подчиняются, о нашем возвращении на работу, когда сняты все ограничения, и мы считаем, что это вот защита наших конституционных прав, что мы встали на защиту своего собственного здоровья, оставим интересы своего здоровья, это послужило вот нынешней ситуацией, которая сейчас сложилась, что мы не поддались общему, так сказать, веянию и послушанию, мы немножко выделились среди всех, это вот и послужило вот этим, мы считаем, но мы очень рассчитываем на поддержку, на поддержку, на большое аудиторию, которая выйдет в наш сюжет, мы очень надеемся на это, и что этот сюжет увидит как можно больше людей, и будет резонанс правительства края, Роспотребнадзор, прокуратуру края, следственные органы, везде сделаны запросы, помогите нам, пожалуйста, помогите, мы очень хотим вернуться в нашу школу. Я считаю, что работодатель должен защищать интересы своего сотрудника, тем более, что мы все преподаватели с огромным стажем, с высшей категорией, и у нас очень хороший контакт с детьми, мы ценные сотрудники для школы, для любой школы, и работодатель должен защищать своих сотрудников, а не бороться с ними. У нас есть полное право отказаться от манипуляций над нашим организмом. Ну, я еще хочу сказать, что по итогам прошлого учебного года наша школа вошла в число лучших 50 школ искусств России, и мы получили благодарность от председателя Совета Федерации России, от Валентины Ивановны Матвиенко. И мы считаем, что здесь есть и наш большой вклад в эту благодарность, потому что наши учащиеся и мы непосредственно принесли в копилку школы огромное количество медалей, дипломов и наград. И со всей ответственностью могу заявить, что мы абсолютно готовы вернуться в школу и прославлять ее замечательное имя и дальше. Не только в нашем городе Хабаровске, Хабаровском крае, но и на всю Россию. И коллеги нас ждут, мы уже строим с ними планы, творческие планы уже обговариваем. У нас есть и программа, что мы будем работать, какие концерты мы будем, в каких конкурсах мы будем участвовать. Но, к сожалению, директор не хочет нас возвращать. Администрации школы не сделаны никакие запросы. Когда мы пришли на беседу к директору школы, к Наталье Евгеньевне, мы спросили, а вы звонили в Роспотребнадзор? Звонила. Когда? Не помню. Кому вы звонили? Не помню. Какой-то Наталье. Мы сказали, что мы звонили в Роспотребнадзор. Мы сделали запрос. Никакой проверки в нашей школе не было. Никто конкретно нас не отстранял. Поэтому Роспотребнадзор не может нас восстановить на работу, потому как нас не отстраняли. То есть отменить приказ, которого не было на отстранение, Роспотреб не может. Обращайтесь в суд. Вот мы обратились в суд. Но вы же понимаете, что судебные заседания настолько долго. То есть мы с 21 декабря мы отстранены. Сегодня у нас фактически 23 мая. Пять месяцев прошло. Шестой месяц пошел. Мы не работаем. Дальше мы получим отпускные. Вы сами представляете, какие это суммы. И когда президент говорит о том, что вот сейчас в данных условиях нужна поддержка бюджетников и вообще людей, что происходит на местах, директор музыкальной школы просто вышвыривает нас. Лишает средств существования. Конечно, ну естественно, может быть я говорю это очень эмоционально, но я каждое утро просыпаюсь и говорю себе, что происходит, что будет завтра, какие перспективы у меня, на что мне жить. Что ж, мы в свою очередь тоже надеемся на то, что общественность широкая, всероссийская и может быть международная, которая выйдет в наш выпуск, поддержит вас, поддержит в вашем суде и действительно будет обращаться в инстанции, которые полномочены воздействовать каким-то образом, восстанавливать права и в общем-то защищать права педагогов, бюджетников, людей творчества. Надеемся, что ваш суд действительно будет выигрышным. Поддержим вас все целое и в общем-то призываем еще раз всех, кто видит этот выпуск, всех наших подписчиков, всех наших зрителей поддержать педагогов Хабаровской музыкальной школы номер один в Краевом суде 27 мая. Ну а вас, уважаемые женщины, благодарим за то, что нашли время принять участие в нашем выпуске, за то, что доверили нам вашу историю, но мы надеемся, в свою очередь мы вас не подведем и действительно сделаем все от нас зависящее. Спасибо, что нашли время, спасибо, что рассказали нам все это. Благодарим вас и желаем успехов в суде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok